Привет, ребятки! С вами я, Денис Бубнов, и сегодня у нас прикольная, классная будет история на Ютубе. Прикиньте, наш герой влюбился в Тиви Вумен. Но, впрочем, об этом вы узнаете сами. Ставьте лайки, пишите самые крутые комментарии, и, конечно же, подписывайтесь на наш всем любимый канал. Погнали! Это был вторник, 5 сентября. Я со своим другом Мишкой шли с универа. Офигеть! Я до сих пор не могу поверить, что я уже студент. Но, если честно, я лучше бы еще на каникулах отдохнул. Как же быстро все-таки пролетело лето. Такое чувство, что его вообще и не было. Но, в принципе, я уже эмоционально настроен на 9 месяцев учебы. Хотя нет, я же не психически больной, чтобы быть готовым к постоянным курсовым и зачетам. Чего такое грустно-то идешь, Ден? Да, задумался просто. Не бери в голову. Это, Ден, а я, знаешь, о чем задумался? Что наша вот эта вот новая училка, какая-то вообще неадекватная, ну, которая, это, по физике как раз. С чего это ты взял? Да потому что у нас сегодня третий день учебы всего. Она нам задала, как будто мы уже на четвертом курсе учимся. Я уже буду эти задачи, наверное, часа три решать, не меньше. Ну, а ты как хотел. Это же универ. Говорят, студенты последних курсов вообще ночами не спят. Ага. Единственное, знаешь, что меня радует, это то, что с нами вместе учатся на одном курсе. И даже на одной группе Машка большие глаза. Ну, кстати, Ден, вон она стоит, смотри, входит, а. И, походу, она идет прямо к нам. Блин, Миш, нужно срочно уходить. Это еще почему? Потом объясню, пошли. Хотя уже, походу, поздно. О, привет, Миш. И ты тут? Я же говорила, больше не подходить ко мне. Ну, вообще-то, ты сама подошла ко мне. Вообще-то, не к тебе подошла, а к Мишке. Ко мне? Ну, не к нему же. Миш, слушай, а ты же будешь домашку по математике делать? Ну, да, конечно, мне не хотелось бы учебный год с этих, с двоек начинать от Марьи Петровны. Галина вообще-то. А ну, или Галина, как ее там зовут? Короче, вот, полностью согласна. А можешь, пожалуйста, мне потом списать дать, а то я сама точно не успею. Ты что, Маш, мне для тебя вообще ничего не жалко, конечно, ты вам. Ой, спасибо, Миш, ты лучший. И что это было? Слышал, Дэн, я лучший. Миш, открой глаза, она просто тебя использует. Ой, да ладно, Дэн, ты мне просто завидуешь, вот и все. И вообще ты бесишься, потому что я ей нравлюсь больше, чем ты, понятно? Ничего, я не бешусь. Пошли лучше прогуляемся. Не будем же мои за девчонки ссориться. Слушай, Дэн, сейчас, сейчас нужно домашку по математике решать. Все, давай, увидимся. Еще такой маленький, а уже каблук. Ну и беги. Вот мне раньше тоже Машка Большие Глаза нравилась. Но потом я к ней очень неудачно подкатил. Да что я рассказываю? Вы же сами можете посмотреть мой позор на Рутуб-канале Денис Бубнов. Кстати, там выходят ролики, которых нет на Ютубе. Поэтому досматривайте эту серию до конца и бегите смотреть моё фиаско с Машкой на Рутубе. Ссылка в описании. В конце концов, у меня куча новых одногруппниц. И хоть глаза их меньше, зато душа хорошая. Да и вообще, девчонки, это лишняя трата времени и денег. Меня и так сейчас учебой завалили. А если меня выгонят с универа, то вообще в армию сразу загребут. С этими мыслями я не заметил, как дошёл до дома. Опа, студент. А ну-ка, рассказывай, где жизнь-то, а? Здравствуйте, дядь бомжи. Да, потихоньку. Вот сегодня целых три пары было. Сложно, конечно, но и я не слабо. Это ты молодец, конечно. Выше образование нужно, оно важно. Тебя вообще на любой завод, в любой офис возьмут работать. Ещё скажи компанию. Это, смотри, у меня вот это, восемь классов всего. И всё равно вот это, в люди выбился. Главное, ты знаешь, что в нашем деле, а? Что? А это, чтобы мозги были, когда ты и без образования везде сможешь выжить. Ага, вот именно, чтобы выжить, жить хочу в богатстве и роскоши. А не вот это, чтобы ходить, бутылки собирать своими днями. Слышу, мотан, это что у меня получается, это, меркантильное, как говорится, с милым рай в шалаше. Только если в этом шалаше стоит новый парше. А, а кто старший говорил, да? Тогда и иди к своему парше. Мне такая меркантилюга не нужна, понятно? А ты кому-то нужен весь вот хуй, что барбанец. Товарищи Поберушкины, прошу прощения, что перебиваю, конечно. Но обычно в конце каждого диалога вы просите у меня денег. Давайте, чтобы не дождаться финала вашего конфликта, я вам сразу сотку в козлу закину. О, спасибо, добрый, ты души, человек, конечно. Молиться за тебя будем, счастья тебе, до здоровья. А ты что, радуешься? У нас раньше с тобой был общий бюджет, а сейчас иди к своему парше, понятно? Игорючек, цветочек, а ты что, я же пошутил. Как смешные такие? Ладно, не буду с ними время тратить, потом лучше домашку делать. Потому что, как говорится, сначала ты работаешь на зачетку, а потом она на тебя. Поэтому пока лениться, мне категорически запрещается. Через несколько минут я уже заходил домой. Делать, ну, вообще ничего не хотелось. За лето я так привык отдыхать, что перестроиться на рабочий лад будет очень непросто. Я сел за рабочий стол и принялся решать задачи. Блин, вот так в тишине сидеть, вообще скукота полнейшая. Включу хотя бы какой-то видос на фон. Ну вот, другое дело. Так, работоспособность точно увеличится. Вау, это же ТВ Вумен, какая же она красивая. Ну, конечно, на месте камеремена я бы тоже в неё влюбился. Фига себе, ещё и сильная. Вот эта женщина. О нет, скибеди туалет напал на неё. Надеюсь, камеремен её спасёт. Вот она, настоящая любовь. Ради такой дамы я сам готов на подвиги. Вот Машка, она выгодница. Ей нужно, чтобы только за неё уроки делали. Ладно, ещё одна серия и сразу сяду делать домашку. Домашку не для Машки. Хе-хе-хе-хе. Я смотрел ещё 5 минут, 10 минут, 15 минут. А ты чё это тут, студент, сидишь на мультике-то залипаешь? Ходи-ка лучше делом замест на улицу проветрись, мусор выкини. Ну, бать, мне вообще-то нужно задачки по математике решать. Ага, я тут вижу, как ты задачки решаешь. Вообще-то тут мультики свои смотришь. Иди сходи проветрись, быстренько. Ну, батя. Никаких, бать. Иди, там дело-то минутное, быстрее. Мне ничего не оставалось делать, как повиноваться указанию отца. Эх, лучше бы в общаге жил, да горе не знал. Я взял мусор, А Блуси вышла из квартиры. Все мои мысли были только о ней. Вот бы в реальной жизни встретить ТВ-вумен. С ней и в кино ходить не нужно. Сама покажет любой фильм. Через пару минут я уже выходил на улицу. Прямо на выходе из подъезда стояли два гопника. Жопой чую, сейчас до меня домотаются. Но я-то пацан не глупый. Буду бить их же оружие. Такого хода они точно не ожидают. Здорово, ребята. А ну-ка карманы выворачиваем. Сейчас ревизию устраивать буду. Ты чё, школяр, берега попутал? А ну давай проваривай отсюда. Это твоя мать с радостью бы тебя попутала с другим ребёнком в роддоме. Вообще-то шутки про мать в 2023 году не актуальны. А ты, картавый, лучше бы книг почитал. Для начала букварь рекомендую. Подожди, а ты чё такой борзый? Или у тебя как у кошки 9 жизней, а? В таком случае у тебя их сейчас останется 8. Блин, чё-то они злые какие-то. Нужно было просто убежать по старинке. Ну или денег им дать. Но после того, что я им сказал, деньги уже точно не помогут. Ты это, ты чё замолчал? Или уже это, штаны насикал? Я спасаю вас вообще-то, глупцы. Там сзади полиция. Нет, нет. Ну всё, сейчас одна надежда. Мои быстрые ноги. Я со всех сил убегал подальше от раздневанных гопников. Что они неслись за мной? И зачем я только начал на них так агрессировать? Теперь мне точно кранты. Да, ребят, я вам ещё лично хочу рассказать о нашем Рутуб-канале Денис Бубнов. Ведь здесь у нас каждый день практически выходят новые, короче говоря, и от первого лица. Именно для Рутуба. Эксклюзивно только здесь. Канал Денис Бубнов. Поэтому, ребят, если вам реально нравится наше творчество, то переходите по ссылочке в описании. Подписываемся на мой Рутуб-канал и смотрим наши новые крутые, короче говоря, которые я сейчас лично пишу для вас. Они классные. Ну а мы погнали дальше смотреть. Я бежал, не сбавляя темп, ещё минут 10. Фух, вроде оторвался. Ещё и мусор по дороге уронил. Осталось придумать, как зайти домой обратно. Постараюсь другого входа. Надеюсь, там они не будут меня поджидать. Я обошёл дом с другой стороны. Гопников вроде не видно. Я тихо прошёл к двери и уже через пару секунд заходил в подъезд. Фух, пронесло. Теперь я точно в безопасности. Я нажал на кнопку и стал ждать лифт. Сейчас быстренько сделаю эту дурацкую домашку и буду дальше смотреть эпизоды с моей любимой Тиви Вумен. Как только лифт доехал на первый этаж и его двери стали открываться, случилось то, что я ожидал меньше всего. Там стояли гопники. Ну что, голубчик, попался? Спасибо большое за то, что спас меня. Я теперь твоя навеки. Мы будем жить вместе. Я буду делать для тебя всё, что ты захочешь. Даже домашку по математике. Вставай, ну же, просыпайся. Сынок, ну-ка давай вставай. А ну, просыпайся давай. Я тоже буду с тобой вечно. Можно тебя поцеловать. Ты что, несёшь-то, окаянный? Извините, что ты всю эту кукушку твою отбили, а? Батя? А ты здесь чего делаешь? Как что? Я спас тебя вообще-то? Спас? От кого? От кого? Там на таких губая этих, вернее, бугая здоровых на тебя это. Что-то ты на них, видно, рамзить начал. Они тебя и отоварили, так сказать. Ой, бать, только не начинай. Я сам не знал, что так получится. Ты это, что не начинай-то? Ты вообще подумай, что ты наделал. Ты прежде чем что-то говорить, надо, наверное, сначала думать своей головой. А я с тобой спину надорвал. Тебя больше таскать никуда не буду, понятно? Всё. Если честно, то меня вообще не парила эта ситуация, произошедшая с гопниками. Ведь когда я был в отключке, мне снилась она. А как целовать тебе вумен, если вместо головы у неё телек? Хотя я не считаю это недостатком. В любом случае, с ней никогда не скучно. Чуть что, всегда можно посмотреть сериальчик. Хотя я думаю, нам с ней будет не до этого. Дэн, ты что творишь? Кому рассказал, точно не поверят. Миш, а ты здесь чего делаешь? Да я тебе звонил раз в пять, наверное. А трубку взял твой батя. Говорит, тебя там что-то гопники вырубили. Вот я пришёл проведать. Да ты вообще всё не так понял. Я просто... Ой, да ладно, Дэн, всё понятно. Если бы меня так гопники ударили, я, может, не так бы себя обёл. Вообще бы кукухой поехал бы. Хе-хе. Да всё со мной хорошо. Не надо думать, что я псих какой-то. Ой, да ничего я не думаю. Кстати, на какие, Дэн, короче, позвал Машку в большие глаза, ну, погулять на свидание. А ну, прикинь, говорит, что я не в её вкусе, представляешь? Типа ей нравятся мужчины постарше. А я тебе сразу говорил, что ей от тебя только готовая домашка по математике нужна. Ты знаешь, что я, Дэн, тебе скажу? Фиг ей с маслом, а не домашка. Кстати, ты-то её сам сделал. Да я только после удара очнулся. До сих пор голова раскалывается. Математику сегодня точно не осилю. Как же тебе всё-таки повезло с другом, Дэн. Вот, держи, я всё решил. Тебя только списать остаётся. Спасибо большое, Миш. Ты очень меня выручил. Ну, а как же, мы же с тобой друганы всё-таки. Кстати, Дэн, если у тебя получается вечер сегодня освободился из-за домашки, может, погнали погуляем и сбегаем, а? Давай, лучше посмотрим что-то. А то если я опять встречу гопников на улице, живым обратно точно не вернусь. Мишка согласился с моей идеей, и я включил очередную серию с Тиви Вума. Мы смотрели минут 30. По лицу Мишки было видно, что она ему тоже очень нравится. В этот момент я даже стал немного ревновать, но потом быстро отошёл. Но если бы она была реальная, то я бы её точно никому бы не отдал. Дэн, я, кажется, теперь понял, почему ты целовал телевизор. Миш, давай забудем этот неловкий момент. Ой, Дэн, я к тому говорю, что если бы это... Я бы увидел такие формы, я бы тоже не сдержался. Я вообще никак про меня осуждаю. Ребят, а вам нравится Тиви Вума? Напишите в комментариях, и посмотрим, сколько нас. Это, Дэн, ты знаешь, мне что-то она тоже очень сильно нравится. Если бы она была реальная, я бы вообще с ней встречался, наверное, замутил бы. Вообще-то я первый её увидел, поэтому она моя. А ты себе забирай Машку, большие глаза. Ой, Ланки, это Машка. Я же тебе сказал, что я с ней больше всего не буду. Она мне не нужна. Ну тогда кого-то другого себе ищи. А, слушай, Дэн, а почему мы с тобой не можем вдвоём вместе мутить эту Тиви Вуму, да? Мы с Мишкой начали ссориться. Кто бы мог подумать, что причиной нашего конфликта станет виртуальная женщина с телевизором вместо головы. Через пару минут нашего раздора мы замолчали и продолжили злостью смотреть друг на друга. Вдруг нашу тишину прервал какой-то женский голос. Мальчики, ну что же вы ссоритесь? Меня на всех хватит. Ну что, ребят, вот и подошёл к концу наш сегодняшний ролик. Если он вам понравился, поставьте лайк. Если не понравился, то тоже поставьте, конечно, лайк. И сейчас, ребят, не переключайтесь, потому что вас ждёт крутой, очень бонусный ролик, которого тоже все так давно ждали, ребят. Ну и на Рутуб, на Телеграм подписываемся. Ссылочки в описании. Смотрим. Тут в этом доме минуты бы не пронарходился. Давай, может быть, как в этих фильмах индийских не будем разделяться? Ё-о-о-о. О-о-о-о-о-о- Anyways... Всем привет, друзья! Сегодня мы попробуем провести один очень интересный эксперимент. Мы нашли старый заброшенный дом без охраны. Придумали страшную легенду, расставили ловушки, переоделись и... Самое главное, мы попробуем разыграть нашего друга, товарища, блогера, основателя канала Корявый Влог, бубного Дениса. Но самое интересное то, что вы даже не знаете, что Денис очень скептически относится ко всему, а особенно к паранормальному. И сегодня мы это исправим. Погнали! И наконец-то мы досняли для вас финальные серии нашего сериала Вирус. Прикиньте, ребят, у нас уже 22 серии сериала, поэтому переходим по ссылочке в описании на мой канал Денис Бубнов и смотрим это все дело на Рутубе. Все, снято, нормально? Красавцы, все, наконец-таки. Погнали, да, домой. Да, блин, погнали, или что? О, смотри, Толян, в доме старика Джонни пропало еще два человека, прямо на Хэллоуин. Слушай же, Хэллоуин, это же совсем недавно было. Блин, не завидую этим ребятам. Какой черт они вообще туда пошли? Сидели бы дома, в контруху играли. Они решили по заброшкам прогуляться. Сталкеры хреновы. И что за пропажа? Кто такой вот ваш старик Джонни? Заброшка какая-то? Ты что, не знаешь? Это самая стремная заброшка в нашем городе. Там ни один человек уже пропал. Да по-любому какая-то сказка для детей, да и все, вы что? Да и нет, не думаю. Там даже копы иногда дежурят. Да успокойтесь вы уже. Это вообще вся история фигня. Но если ты такой крутой, слабо там час ночью привезти. Это вообще легко. Только нафига мне это надо? Ну там молчи, секунду. Стоп, стоп. Давайте тогда так. Короче, я там ночью за 10 тысяч рублей. Нормально? Да не вопрос. Но тогда это будет по нашим правилам. Я дам тебе 10 косарей при условии. Если ты туда придешь ровно в 12 часов ночи, будешь совершенно один. С собой можешь взять всего лишь один фонарик. И если все эти условия будут верными, то тогда так уж и быть. Ну косарь мы тебе дадим. Скинемся. Какую косарь? Десятку? Ну, десятку. Десятку. Все, давайте по рукам, пофигу. Вообще легко. Ну что там? Все чисто. А ты вообще уверен, что он приедет? Мы тут уже 2 часа сидим. На улице уже темно. Да я откуда знаю. Может и засал. Ладно, слушай, короче, давай собираться. Не хватало еще заболеть. О, смотри, кто-то едет. Чего? 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 Ну что, приехали вроде. Погнали? Пойдем. Не нравится мне, конечно, все это. Что делать? Погнали. Смотри-ка, не засал. Только зачем ты Ленку с собой притащил? Ну так даже интереснее. И что будем делать? Что-что? Погнали за ним, проследим. Стоп. А как же старый Джонни? Да это всего лишь глупая страшилка. Так, блин, рассказ для детей. Короче, давай, бери кирпич и погнали. А зачем кирпичи? Как зачем? Жути нагонять будем. Все, давай, пошли. Ух, не нравится мне все это. Слушай, Лен, а тут что-то, мне кажется, жутковато. И грязи полно. Чего мы сюда пришли-то вообще? Ну ты спорь со всеми поменьше. Тогда и кататься не будешь. В воду мне лучше смотри, а то еще увлекишь куда-то. Ты лучше за собой смотри. Я за себя отвечаю. Лен, Лен, а что вообще думаешь про этого старика Джонни? Как думаешь, это все правда? Ну, если честно, не знаю. Все, конечно, возможно. Но пупахивает под каким-то разводом. Вот и я думаю, что это все сказки для детей. Да, но самое странное, что тут люди действительно пропадают. И самое главное, следов вообще никаких нет. Ходя, заканчивай. Если тут реально бы что-то было, по-любому здесь полиция бы дежурила. А здесь только, смотри, одна грязь и ветки сплошные. Ну ты зря, конечно, не веришь. А серьезно вообще-то. Заканчивай давай. Ну ты скажешь, сколько нам еще идти остаться к этому дому. По своему там телефону посмотри. Так, ну показывает, что почти пришли. Кстати, вот он. Ох, нифига себе. Ну ладно, что, хоря стоять. Пошли выполнять твой глупый челлендж. Слушай, а муж на его нафиг этот челлендж. Пошли домой, а? Еще сдрейфил? Что я? Сдрейфил? Еще того человека не нашлось, который меня напугать сможет. Яйца из реальства выстали как-никак. Шутник, пошли уже. Слушай, а ты слышала реально легенду про этот дом? Да ладно, потом, пошли. Пошли, блин. Да, очень холодно, кстати, дома. Тут даже страшнее то, что холодно. Надо было шапку одеть в этом доме провести целую ночь. Будет очень холодно. Ну все, шапка тебе больше не пригодится. Мне пригодится. Вот, значит, вот там вход в дом. Зачем ты меня с собой потащил? Боишься? Только честно. Да не, я не боюсь. Ну давай, мы тогда меньше, потом мы пошли. Быстрее, а то в этот дом можно посыпать. Если честно, что-то не особо охотно заходить в этот дом. Так, если без шуток. Тебе нормально? Видно все? Да мне-то видно. Слушай, я серьезно говорю, мне вообще неохота в этот дом заходить. Да что, просто нормально, пошли заходить. Ну что такого? Ну что, первое, пойти? У меня камера обидна. Обидна, если ты упадешь и этим снимешь. Это иностранное. Знаешь, что страшно? Ё-о-о. Реально страшно. Помоги мне лучше этого. Давай. Залезть. Так, все, не бойся. Ты, короче, там осмотрю давай. Реально страшно. Я думал, что это будет не страшно. Я бы тут в этом доме минуты бы не пронарходился. Я знал, что так будет. Ничего такого. Иди туда, смотри. Я просто там осмотрю. Соблюдайте. Смотрите. Смотри сюда. Чего? Соблюдайте осторожность. Смотрите под ноги. Да это просто крыто-то колокольчик. Кто-то уходит, подожди. А! Смотри там. Это ты прикалываешься? Я не прикалываюсь. Я, знаешь, знаешь, я вроде как все хорошо. А, нормально. Пойдем. Так. В жопу вот сюда. Только аккуратнее здесь. Нет, иди там, где упал, посмотри. Может, там просто что-то упало. Ветром ты дуло. А я там посмотрю. Давай, может быть, как в этих фильмах индийских не будем разделяться. Да надо разделиться. Там здесь никого нет, кроме нас. Просто ветер, Денис. Все. Давай, я там смотрю. А ты там посмотри. Давай, короче, сначала просто дом осмотрим. Договоримся. А потом уже будем здесь ночевать. Как хорошо, что я не один пошел, если честно. Можно я все-таки пойду с тобой? Слушай, вообще, видно? Посмотри камеру. Меня там видно в камере сейчас? Да видно. Я посмотрел здесь в маленьком экранчике. Дюра какая-то. Крыша. Твою дивизию, ребят. Давай, короче, ты там. Стой. Это что такое? Твою. Так, все понятно? Нет, я над тобой не прикалываюсь, мне стрёмно. У меня уже, кстати, пальцы отмерзают. Ну что, ребят, сейчас будет реально трэш-контент. Посмотрим на нашего смелого блогера. Ставьте лайки. Потому что это реально будет опасно для жизни. Для моей, в первую очередь. Такс. Вот здесь мы сейчас установим камеру. Пока он там ушивается. О, Лен, смотри, тут какая-то записочка, посмотри, лежит. Лен, ты слышишь меня? Тут какая-то записка. Сейчас я ее возьму. Вы меня все слышите? Видите, мои подписчики? Страшно, здесь, конечно, трындец, я вам хочу сказать. Короче, Лен, слушай. Тут написано на записке очень некрасивые слова. Убирайтесь прочь. Что случилось? Лена? Лен, ты чего? Лена? Лен, что случилось? Лен? Лен? Лена? Лен? Ты хорош тебе прикалываться-то. Ты куда-то куда-то, я просто шутил. Я просто шутил, не бойся. Доказательство, что ты на самом деле боишься. Я правда боюсь, это просто трындец. Ты неадекватная, что ли? Я, короче, пойду. Смотри. Вот он. Он был человек. Какой человек, ты прикалывай? Денис, у тебя шиза уже, реально. Просто давай, тут выбирай. Либо уходим, либо остаемся. Сейчас меня снимают. Что, вторая камера садится? Реальность находится в установке. Пойдем отсюда, слышишь? Я, короче, пойду. Я отсюда пойду. Пойдем, посмотрим, там что-то есть. Пойдешь сама смотреть? Пойдем, пошли. Пойдем, пошли. Хорошо, по-моему. Слушай, ты когда орал, у тебя самой не было страшно совершенно? Нет. Мне было капец страшно. Я хотел тебя напугать. Еще здесь холодно. Обычный старый дом. Обычный старый дом. Кого там увидел? Вот там стоял человек, вот здесь. Вот здесь прям реально стоял человек. Мы здесь одни время. Два часа ночи, час. Да, ребят, мы здесь вроде как бы одни. Все нормальные люди уже спят. Очень страшно. Эй, смотри! Что? Как будто кто-то был. Наверху. Может сходить к тебе к психотерапевту? Может сходить к нам отсюда? Ты реально сзади просто себя уже накрутил. А пойдем может отсюда нафиг? Слышишь, нафиг этот спор проиграли и проиграли. Ничего страшного. Хочешь сдаться? Ничего, что сдаться, блин. Понятно, что боишься. Нужно тогда всем остальным доказать, что это не так. Ради контента, ради зрителей. Ну иди тогда, раз ты не боишься. Ну и пойду. Ты оставайся здесь. Давай. Раз там людей видишь в кустах. Посвечу. Ребят, это очень страшно. Это реально. Мне в жопу, я не буду здесь один стоять. Я пойду, короче, за ней. Тут знаешь, тут очень страшно подниматься наверх. Потому что здесь везде гвозди еще какие-то стоят. Вот, значит, мы поднялись. Ну что, может уже хватит? Мне кажется, они уже очень испугались. Слушай, тебе деньги нужны или нет? Мы что, зря спорили? Хватит будет, когда они из дома убегут. А сейчас давай собраться и погнали. Ох, сейчас наведем жесть и будет самое интересное. В общем, пошли. Слушай, здесь так холодно. Непонятно, что происходит. Еще все грязь какая-то. Ты еще пугаешь. Может, пойдем отсюда, а? Да ладно, Алексей. Давай, нам всего два часа нужно продержаться и все. Ага, два часа. Это непонятные обстановки. Еще мы жили, вот кто-то. Так, стоп, подожди, а что это такое? Фигня какая-то. Еще. Неудобно. Что понятно? Только телесмен, только это игрушка. Пошла, выпусти. Сигни. О, вроде что. Бумажу возьмем. Так. Какие листы непонятные. Что там такое? Какая-то семья. Давай посмотрим. Да. Сейчас я секунду поставлю камеру, там неудобно держать. Так, чтобы у нас в туру тоже видно. Вот так. Так, все вроде видно. Сейчас смотри. Это будет страшно. Какая-то семья. Ну да, молодой. Такие счастливые. Угу. Так. Опять семья. Интересно. Ух, смотри, это что-то непонятно. Уж до мурашек страшно. Сейчас мне это видно хорошо. Вот. Безы какие-то. А это вообще какой-то правильный. Психологический диспансер. Выдано Жоне Ковалеву. Заключение. Признан психологически неустойчивым человеком. Жалобы на голоса в голове, призывающие их убить. Особо опасен. Слушай, скажи, пожалуйста, что здесь вообще было тут? Какая легенда? Вот, Джонни как раз, по-моему, есть тут чувак, который здесь жил. В общем, как мне рассказывали, что давным-давно в этом доме жила обычная молодая семья. Ага. Вот. И в один из день дочке старого Джонни стало плохо. И она сболела какой-то болячкой. И спустя время ее не стало. Мать не смогла с этим смириться. И зашла в речку. Больше никто ее не видел. Вот. И сам этот старик там чокнул со всех этих событий. И стал сам не свой. Ему начали мерещиться призраки. Ну, типа его дочка. Жена по-прежнему живут с ним. И стал слышать непонятные голоса в голове. Нападать на врачей. Стал выходить из дома. Смотри. Как? Посмотри. Прикол. Сейчас-сейчас. Одну минуту ты тоже сниму свою. Посмотри туда. А тут угол. Посмотри сюда. Посмотри. Это тот же самый угол. Твою мать. Тот же самый угол. Ты знаешь, чем вообще эта история вся закончилась? Джон, владелец этого дома, он как раз повесился. Да. Блин, это ебать! Толян, Толян! Толян, Мажар! Ты слышал, что это такое? Вы что, ненормальный? Мажар! Вы придурки совсем! Толян, брат, помоги, мне болит! Толян! Вы что, придурки, что вы творите-то, адекватные? Ай, блин! Нафига вам нафиг это делать-то было? Ничего, что мы с ума не зашли? Это что такое было-то? Давай, придурки, что ты орёшь? Ребят, да мы просто хотели вас разыграть ничего большего, блин! Разыграй, мы чуть не сдохли здесь! Да мы сами, блин, не ожидали, что так получилось! Блин, аккуратно, не упади туда! Блин, вставай, давай, что, ногу повредил? Придурмай, блин, так тебе надо! Не, реально, извините, мы хотели просто попрекалываться! Ну что, считай, деньги-то мы выиграли? Поднимай этого! Блин, забейте, давай, давай, вставай! Давай, Дань, ты чё? Забейте, на этот уже спор, ну зато денёчек явно запомнится! Давай, вставай! У меня сердце не выхотел, ты слышали? Как я орал, у меня же лоб вступило! Пойдёмте отсюда! Я и так её потянул охрененно! Фиг, пипец вообще! Ребен, я сейчас сердце не выскочил! А вы ещё орёте-то, адекватные передали! Я думал, вы уже закончили! Вы слышали? И это уже не мы!